Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. Но я не совсем в питомнике. Я на своем подшефном, так сказать, участке. Я иногда отсюда показываю розы. И вот я решила, что нужно все-таки показать вот эту красоту. Красота, просто красота, красота. Это роза чайно-гибридная. Сорт называется Этруска. Сорт уже больше 16 лет. Он выведен итальянцами Барни в 2006 году. Шикарный, я считаю, сорт. И он очень плохо, что он очень мало распространен в садах. Вообще вот эта война против чайно-гибридных роз, она как бы подкосила многие сады по красоте. Все начали кидаться в новомодные, японки, англичанки. А все-таки лучше чайно-гибридных, для простого сада, вот просто именно для простого сада, лучше, чем чайно-гибридных, роз нету. Этот вот куст прям как показательный. Здесь есть все стадии раскрытия бутона. То есть вот здесь просто бутончик. Здесь он в полуроспуске. Здесь вот самое идеальное раскрытие. Это вот самая красота, когда бутон уже полностью раскрыт, но серединки еще не видно. Тут ниже, это уже путь, как сказать, к увяданию. Ну и вот здесь, собственно говоря, уже роза готовится к тому, чтобы осыпаться. Ну, это место, где я сейчас нахожусь, в нем достаточно, здесь достаточно жарко. Это городская застройка. Вокруг везде сплошной бетон. Температура здесь гораздо выше, чем в питомнике. И вообще, в принципе, наверное, такая достаточно высокая. Судя по земле, ну, здесь давненько, наверное, никто ничего не поливался. Надо будет сказать, чтобы включили каплю. Но, несмотря на это, роза чувствует себя просто великолепно. Нет никаких подгораний, нет никаких спеканий. Нет ничего, чтобы сказала, что ей чего-то не хватает. Хотя, в принципе, я думаю, что если ее подкормить микроэлементами или дать по листу какую-то подкормку, то она будет выглядеть еще и еще более шикарнее. Кустику этому даже двух лет нету. Это, ну, кустик от меня. Это я сюда его привезла. Вот. Куст развивается очень-очень гармонично. Такая хорошая высота. Не сильно высокий, не сильно низкий. Где-то порядка сантиметра девяносто. Ну, метр десять, метр двадцать, наверное, еще дотянет. Получаша. Аромат, ну, не сказать, чтобы он совсем сбивал с ног, но аромат достаточно сильный. Но больше всего меня покоряет вот именно стойкость. Очень крупный бутон, здесь больше десяти сантиметров. Опять же, это первое, скажем так, полноценное цветение, в принципе, вот этого куста. То есть, в прошлом году и были цветы, но они были не очень крупные. Куст только-только развивался. В этом году, собственно говоря, первый раз я подкармливала здесь эти розы гуматными удобрениями. Я об этом рассказывала. Ну, и вот, собственно, вот результат. Ну, теперь, так думаю, что надо все-таки убедить, что нужно включить капельное орошение. Хорошенько-хорошенько пролить его лотой. Ну, если погода вечером позволит, то, наверное, надо будет его сверху еще обрызгать микроэлементами для цветения и через какое-то время для увеличения бутонизации. Я бы очень рекомендовала этот сорт. Прям вот от слова очень-очень. Здесь прям, я люблю вообще эту фирму Барни. У них шикарные сорта. Прям вот от слова шикарные во всех смыслах. Больше всего меня покоряет гармоничное развитие самого куста. Здесь рядом есть, и потом покажу, сделаю еще один ролик. Здесь рядом есть еще один хороший сорт. Но для того, чтобы там гармоничный куст развился, его надо было бы подрезать даже во время цветения, чтобы чаша образовалась. А здесь нет. Здесь она уже идет как бы природно. Достаточно красивые цветы. Я бы даже сказала, шикарные цветы. Лепестков очень-очень много. Роза прям набитая. И игра красок. Вот сейчас не поймешь, тут и оранжевый, и персиковый, и розовый, и какой-то оттенок терракота. Я так понимаю, что... Ну, не то, что понимаю, я знаю, что и от кормления, и от освещения, от качества почвы, от полива, собственно, цветок будет менять окрас. Очень красивый. Достойнейший, достойнейший сорт. Все, кто еще не знаком с розами, и только-только хочет заводить, собственно говоря, стоит на чай, где-то, там, с двойки, тройки, ну, пяти максимум сортов чайно-гибридных. На них можно практиковаться, набить руку. Ничего страшного с ними не случится, даже если вы их и скрымсаете сверху, сверху до низу прямо. Они восстановятся, и цветение у них практически всегда самое-самое красивое. А потом уже, когда набьете руку на таких сортах, потом уже можно, собственно говоря, подходить и к сортам более сложных групп, или более... Чем селекция новее, тем они сложнее. Когда селекция, там, пестик-печинкой выбирается самый лучший сеянец, это одно. А когда это генная модификация, или там, как по-другому еще по-умному сказать, это совершенно другое. Вот. Ну, вот как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. А теперь всем спасибо. И до свидания.